Мы находимся на глубине трех метров под Москвой, в одном из многочисленных подземных тоннелей. Он похож на огромную трубу, и сейчас мы внутри нее. Мы не можем здесь находиться одни, поэтому нас сопровождают люди, которые называют себя диггерами. В переводе это значит копатели, хотя фактически они ничего не копают. Большую часть своей жизни они проводят глубоко под городскими улицами, исследуя прекрасный подземный мир и раскрывая его тайны. В Москве одна из самых развитых системы проповедции. Вот, например, здесь, по центру города, на одной из центральных станций, где мы с вами с тем, это довольно секретно, что у нас трое полка. Давайте посмотрим, это просто жесть. Короче, вообще, в МФЦ. Столичные подземки задержали диггеров, которые проализовали работу метро. Сигнализация сработала, когда на компании... ...и, которые прошлой ночью проникли в столичное метро через вентиляционную шахту. Поиск приключений продолжался недолго. Горе диггеров полицейские задержали вскоре после... В Мещанском суде предъявили обвинение столичным диггерам. Их задержали... Если вина шестерых участников группы будет доказана, им грозит до семи лет задержания. Диггеров под конвоем привезли в Мещанский суд в два часа дня. Предъявление обвинения и избрание меры пресечения затянулось до позднего вечера, так как задержанных приводили в зал суда по очереди. Всего их шесть человек, среди которых один несовершеннолетний. Всем салют, дорогие друзья! С вами снова голос Паши Лобанова и статья от Пули Снегопада. Поехали! Мирные репрессии на Руси или что прячется под нашими ногами? Предисловие. Как нас заставили вытоптать свое же прошлое? Нас принято выращивать людьми, думающими, что мы живем в честном и цивилизационном времени, что от нас ничего не скрывают и времена, когда казнили лучших умов Руси и насаждали академии инородцами, давно миновали. На самом деле ничего с тех пор не изменилось. До сих пор убивают и садят в тюрьмы самых лучших и активных. Нас продолжают кормить ложью. Большой масштаб ненависти к нашим предкам. Масштаб кровопролития. Масштаб сокрытия знаний. Что мы об этом знаем? Где мы об этом слышим? Наше прошлое вылизали и выскребли. Зачем? Чтобы у нас не возникло вопросов. Но вот вам надгробные надписи. Где их нашли? В мурованными, в дороги и брошенными в фундаменты церквей. У вас от этого варварства вопросов не появляется? Если наш народ заставили топтать свое же прошлое и будущую веру поставили на фундаменте оскверненных могил наших, не их, а наших предков, то как относились в то время к живым людям? Как наши предки на это отреагировали? Каким кровопролитием сломали волю народа? Какая школа и какое СМИ нам об этом сегодня скажет? Помимо того, что эти таблички свидетельствуют о страшном времени, на них очень много осталось информации. К примеру, лето 7149 августа в шестой день представится раб Божий, младенец Андрей Павлов, сын Федоровича Клементьева. В переводе на современное летоисчисление это 1641 и 1643 годы. А нам что говорят, когда лишь упомянешь, что предки пользовались очень древним календарем? Что это якобы новодел, и этому нет никаких свидетельств? Вот же они! Как по мне, очень даже весомые свидетельства. Также мы видим, что наши предки пользовались разными видами письменности. Руны, кириллица, резы, цифры писали буквицей. Тупое и неграмотное общество? Да они, получается, были грамотнее нас. И это было всего-то 4 века назад. А знания нашего общества об этом времени будто это тысячелетней давности. Ну что ж, дорогие друзья, от себя скажу, что информация от системы устроена так, чтобы специально отдалить от нас наше прошлое на тысячи лет. Чтобы мы подсознательно чувствовали не такую связь, как если бы мы знали, что это было всего-то несколько сотен лет назад. Ходили буквально по кладбищу. Бордюры на главной площади Твери оказались сделаны из надгробных плит. После ремонта ненужный камень выбросили в мусор. Тогда местные жители и рассмотрели на нем имена и даты умерших в начале 20 века земляков. О шокирующем открытии расскажет Елена Слав. На площади Ленина в Твери перекладывали асфальт и меняли бордюры. Строительный мусор не убирали так долго, что горожане заметили. Старый поребрик – это распиленные могильные плиты. Оказалось большинство бордюров в Твери с кладбища. В 1931 году горсовет принял решение закрыть самый большой и старый погост. И буквально на следующие сутки надгробие спилили, а на могилах развернули строительство домов для советских плит. Минувшим летом во время дорожных работ при замене бордюров на улице Фрунзе рабочие обнаружили 25 надгробных плит. Предположительно, ими мостили дорогу при советской власти. На некоторых из плит не сохранились надписи. Но есть и такие, по которым можно определить, кому принадлежали надгробия. Эти кадры мы снимали месяц назад, сразу после того, как реставраторы нашли надгробие в постаменте Чернышевского. Тогда эта новость вызвала огромный общественный резонанс. Дальнейшую судьбу находки определит заказчик работ – музей городской скульптуры. В истории России 20 века это не первый пример подобного обращения со старинными кладбищами. Достаточно вспомнить памятник 19 века, обнаруженный на площади Ленина в 2005 году. Или поребрики с фрагментами дат и имен, извлеченные из-под земли во время ремонта большой конюшины в 2010-м. А это жилой дом Ленцовета на набережной Карповки, где несколько лет назад при реставрации вот этих гранитных парапетов тоже обнаружили надгробие. Дом построили в 1934 году. Ему был дан несчастливый 13-й номер. Здоровью проложили по бывшим надгробиям. Парадное крыльцо одной из петербургских клиник облицевали могильными плитами. Кому могла прийти в голову такая загробная дизайнерская идея, когда прекратят ходить в ботинках по человеческой памяти, выяснял Олег Кузьмич. Ступенька за ступенькой люди не подозревают. Под ногами у них могильные плиты. Крыльцо частной клиники в Петербурге смастерили из надгробий. Это случайно увидел местный житель. Петербуржцы буквально ходят по надгробиям. Стало известно только спустя два года. Ступеньки к выкупленной на первом этаже квартире пристроили еще в 2011-м. С того момента здесь и топчутся по чьей-то памяти.